Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня у нас в гостях о «Целебной кулинарии» заслуженный артист России Карен Аунисян. А сам он, знаете, как себя называет? Артист-юморист. Ну да, артист, разговор жанра. Всем сразу ясно и понятно. И в этом сущность человека. Он не хочет выделяться, но в то же время он хочет показать свой веселый нрав и свое легкое отношение к жизни. Все правильно, Геннадий Петрович. А вот с чем вы к нам пришли? Я вижу тут мясо. Геннадий Петрович, я хочу сегодня вместе с вами приготовить замечательное блюдо. Я скажу, у меня есть свой такой, знаете, корыстный интерес, потому что это мое самое любимое блюдо. Называется оно хашлама. А что оно в переводе означает? Ой, в переводе я, честно говоря, не могу перевести. Я знаю, что это старинное армянское блюдо. И я знаю, что есть много рецептов в приготовлении хашламы. Есть, например... Я чувствую, у вас аж слюнки побежали. Я в ожидании, когда мы начнем это все готовить. Ну давайте. Ингредиенты у нас уже готовы. А какие ингредиенты? Что в основном сюда входит? Ну, без мяса баранина, естественно, у нас ничего не получится. Самое главное. Причем ребрышки. Обязательно должны быть ребрышки. Это очень вкусно. И что по ребрышке еще молодого ягненка. Потому что, да, есть люди, которые любят готовить, например, вот это блюдо, готовить, скажем, в собственном соку, не добавляя туда воды. Есть, которые любят готовить, когда очень много воды, и это как первое у нас, как бы первое блюдо. Мы возьмем средний вариант. Чуть-чуть воды, но в основном все это будет в своем соку. И я как раз немножечко подготовился насчет мяса, насчет баранины. Вы знаете, что я узнал? Очень будет интересно. Оказывается, от баранины образуется хорошая кровь. Можно? От основного организма. Да, хорошая кровь. Раз. Далее. Мясо баранина способствует тому, что есть люди, у которых организм плохо обогревается. Так вот, она придает теплоту, и еще самое интересное, и самое возможное, главное, выводит лишние ветры из организма. Не зря я все-таки люблю именно баранин. Это мое самое любимое мясо. Будет хороший окров, теплый организм. И, кстати, а мясо ягненка более сочнее, нежели мясо взрослого животного. Надо, конечно, стараться врата ягненка. Кстати, хашламу еще готовят из мяса молодого теленка тоже. Из теленка. Это второй вариант. Кто не любит баранину, например, есть люди, которые как-то им не нравится специфический запах баранины какой-то, все какие-то свои дела. Они делают это все, скажем, из телятины. И, кстати, добавляют в самом финале уже подготовки этого блюда, в самом конце уже целые картошки вот такие вот подбрасывают уже, когда уже готово почти. Картошка-то быстро разваривается. Да. Ну, мы будем делать без картошки. Без картошки. И, кстати, это очень правильно. Почему? Потому что картошка с мясом не совсем сочетается. Зато, я вижу, далее к этому блюду идет огромное количество зелени. Нам нужно очень много зелени, Геннадий Петрович, я заранее предупреждаю, потому что зелень дает особый аромат уже готовому блюду. Мы вначале его тоже, сейчас первое, с чего мы начнем, это мы начнем разрезать эту зелень. Давайте, я уже приступаю к зелени. И у нас на дне должна быть зелень. Подушка из зелени. Да, такая, такая, да, подушка из зелени, Сёврич, очень точная. Я режу укропчик, нормально? Давайте, а я возьму, есть ли у нас этот самый петрушечек. Вот петрушечек лучше, самое основное. Кинза, петрушка, вот она, петрушки огромное количество стоит. Ну, как много ее, да? Смотрите, сколько надо, столько оберите. И должен я сказать, что, когда мы используем зелени, мясо... Слушай, я не могу такая большая. Ничего, 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 как там это? Ага. Зелени с мясом, зелень с мясом используем, то мясо лучше переваривается и усваивается. Она не дает никаких вредных там последствий для организма. Потому что, когда мясо и картошка, мясо и хлеб, ну, это тяжеловато просто-напросто. Не, ну, здесь... Что развязать? Геннадий Петрович, ну, в принципе, наверное, все, потому что у нас будут две волны. Две подушечки мы сделали. Две волны? Да. Одна в начале, а другая в самом конце, когда мы уже все приготовим. Нет, Карен, неправильно говоришь. Одна подушечка, а другая одеяльца. Одеяльца, точно, да, точно. Одеяло уже в финале. Это хорошо. Ах, какой... Вот зелени много не бывает. Много бывает, к сожалению, помидоров. Вот здесь надо быть очень осторожным. Потому что помидор... У нас как раз один помидор. Вот один помидор, я думаю, что нам будет достаточно. Мы его кольцами нарежем, колечками. А почему много помидора нельзя? А он, знаете, он придает блюду особую какую-то кислоту. И оно становится кислым. Вот тут надо быть очень осторожным, чтобы не была такая кислятина у нас не получилась, потому что все же в соку. А вот перчика можно и переборщить. Немножко вот такого болгарского перчика. Он своеобразный запах. Ну, давайте я попробую сейчас уже. И, кстати, а почему болгарский перец? Болгарский перец такой нейтральный продукт, который подходит и для мяса, и для хлеба. И более того, содержит такие внутри себя биологически активные вещества, которые дают нам крепость ногтей, эластичных суставов, сосудов. И даже красоту волос, правда, у меня уже выполнено. Но ничего, то, что осталось, очень красиво зато. Не сомневаемся. Ну что, Геннадий Петрович, нам надо совсем немножечко. Вот половину того, что вы нарезали, мы можем уже положить сюда. Кладем. Давайте вот так. Ох, хорошо. И, кстати, еще, что интересно заметить, вот эта вот, как бы сказать, подушечка будет способствовать тому, что при варке она будет вот эти все эти дух разрыхлять мясо. Делает его более таким нежным. И мы еще туда будем, вот сейчас давайте, мы будем еще туда добавлять, не забывайте, овощи. Да, давайте, давайте. У нас будет еще целый лук, мы забросим сюда. Хорошо. Я думаю, что уже вот это достаточно нам будет пока. И остальное мы оставим на потом, на финал. И можем потом немножко, еще зелень немножко откинуть. Что сейчас нарезаем? Значит, сейчас мы нарезаем мясо уже. Ну давайте. На подушечку мы первонаперво кладем мясо. Давайте, как его надо нарезать. А вот видите, у нас очень удобно здесь все прямо показано, Геннадий Петрович. У нас здесь есть вот и такой патронтаж. Ребрышки. Да, вот эти ребрышки, ну как раз вот они уже, видите, отмечены у нас, где, что и как резать. Вот мы сейчас так и будем делать. Так, у нас нам нужна еще одна. Вот здесь я могу резать прямо на тарелочке, да? Ну можно на тарелочке. Давайте, а вы можете здесь уже помогать мне. И разрезаем наш патронтаж. Не забывайте, что у нас тоже будет две волны вот этого мяса. Первая волна будет. Ух ты. Так. Я правильно нарезал? Да, 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 все правильно. У меня что-то не получается. У меня, наверное, не такой нож. Что, не такой нож? Вот он ножик. Давайте попробуем. Так, а я возьму тогда вот этот нож. Попробуем. Он, наверное, просто-напросто маленький. Да, у меня что-то на косточку нарывается. На косточку нарывается. А я привык между ними. А, вот этот вот здесь уже кусочек хороший. Давайте я пока с этих начну. Давай. Я левша, поэтому вот если у меня левой рукой, мне все в основном дело. Кстати, а как начиналась ваша творческая карьера? Вы там на каком-то конкурсе были. И знаю, что после того, как вы на нем стали лауреатом, он и закрылся. Тем самым отметим вашу знаменательность. Все, после меня, как говорится, хоть потом. Иван Дорьевич, вы не поверите, но именно так и было. Это был последний всесоюзный конкурс артистов эстрады. Потому что конкурс артистов эстрады первый прокатил в 1939 году, где Аркадий Исаакович как раз выступал с Риной Зеленой. Был такой замечательный дуэт. И вот с того времени потом война помешала. На 4 года опять конкурс пропал. Потом после войны он опять продолжился. И вот в 1987 году был последний всесоюзный конкурс артистов эстрады. Через 4 года, увы, Советского Союза уже не было. И поэтому всесоюзного конкурса больше уже не проводились. И я как раз там оказался на этом конкурсе. Мне очень сильно помог писатель, сатирик Георгий Териков. Написал для меня замечательные тексты для ведения программы. И Валерий Семенович Жак. И был тогда членом жюри, был замечательный, обожаемый всеми нами Борис Сергеевич Брунов. Тогда директор театра эстрады. Это один из немногих людей, который мог шутить на национальные темы. Это не было никогда обидно. Мне он, например, сказал такую фразу. Аванесян, сегодня решается главный вопрос. Либо ты сегодня станешь лауреатом, либо останешься армянином. Знаешь, вот так получилось, что лауреатом я не стал, но стал дипломатом всесоюзного конкурса артистов эстрады. И вот с того времени, и больше я уже не хотел никуда уезжать. Я остался в Москве навсегда. А сам из какого города? Я сам родился в Баку, но уехал оттуда в 85-м году на один из конкурсов, где я, кстати, с грохотом провалился, потому что был абсолютно не готов. А что там надо было делать? Ну, во-первых, надо было удивить жюри, а как ты удивишь жюри, когда в жюри сидят такие величайшие люди, как Аркадий Исаакович Райкин, Алексей Столбов, знаменитый главный директор фитиля Столбов, Борис Сергеевич Брунов, замечательный конферансьер, да и масса режиссеров талантов. Все, давайте мы будем вот сейчас уже аккуратненько выкладывать. Вот как раз на эту зелень, на подушечку, вот так мы выкладываем. Так, вот я сейчас, то, что у нас уже готово, это я не буду пробовать. Так, вот это положу. Мы знаете, как сейчас все? Вот, туда будем доливать немножечко. Гелатель, пока не надо ничего делать, значит, это в самом конце. А в саку начнется. Да, я, знаете-ка, я думаю, что водичку, но в самом финале я скажу, сколько, там совсем немножечко, для того, чтобы... Мясо получилось сочным. Хотя, я говорю еще раз, многие, есть люди, которые любят сами, вот, например, когда не добавлять ни капли, но это, опять-таки, на любителя. Хотя я, например, обожаю вот этот сок, который получается в самом-самом конце. Ну что, Геннадий Петрович, давайте вот это... А сколько это особо ценная вещь, почему? Это как раз экстракт, там, значит, и минеральные соли, потому что вот они как раз выделяются и из мяса. А из мяса выделяются экстрактивные вещества, которые возбуждают аппетит. Соли выделяются из всех этих трав. Получается действительно целебный напиток. Я уже возбужден аппетит. Да, большое. Я уже жду, когда мы все это будем есть. Я думаю, пока, Геннадий Петрович, нам этого достаточно. Давайте перейдем теперь к овощам. Давайте. Так, я чуть-чуть здесь освобожу себе место. Да, это можно сюда все просто напомнить. Давайте, да, все же все равно будет готовиться вместе. Я думаю, вот давайте, Геннадий Петрович, мы колечками, значит, давайте вот это все вместе сюда положим. Это второй слой у нас пойдет уже мясо. Второй слой. Это нам уже потом пригодится. Сейчас я попробую, чтобы у нас все так... Так, значит, что мне... Давайте я вот еще вот сюда немножечко... Ну, чистенькую досточку. Так, я буду нарезать перец. Геннадий Петрович, а вы колечками нарезайте помидорчик. Колечками нарезаем помидорчик. Да, да, вот такими тонкими колечками. Это вот так, я так понимаю. Да, да, да. Именно вот так. Запомнили. Не так, а вот так. Да, 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 обязательно. И так, раз. Все. Так. А я вот как-то смотрю и кривое с зеркала, где вы там участвуете, и другие передачи. Ну, как сразу выйдете, сразу как-то оживаюсь. Вот лично я. А не только выход, а дальше уже... Ну, во-первых, у меня специфическая еще внешность. Один из моих коллег как-то про меня хорошо сказал. Говорит, самый узнаваемый в России юморист. Потому что меня уже ни с кем не смутаешь. Я помню, когда Михаил Евдокимов сделал первые передачи, тогда назывался она «С легким паром». Я всего в одной передаче выступил, всего в одной передаче. Рассказал несколько анекдотов, как меня уже на утром в булочной узнавали все. То есть вот... Ну, здесь есть вторая сторона медали. Я недавно обратил внимание, Геннадий Петрович, на такой момент, для меня очень болезненный. Я был недавно у себя на родине, в Армении. Гуляю по городу, и вдруг меня никто совершенно не узнает. Мне стало так обидно, больно. Она говорит, как это так, на родине меня ее знают. А моя жена очень тонкая, остроумно заметила. Она говорит, а что ты хочешь? Посмотри по сторонам. Ты попал в город своих двойников. И все похожи на меня. И я положу сюда. Так, ну что, Геннадий Петрович, вот мы сделали первую, сказать, это самое. Теперь пошло все это по второму кругу. Помните, я вам говорю, опять... Мы положили зелень, петрушка, укроп, потом мясо. Дальше у нас бараньи ребрышки ягнячие. И теперь вторая волна. Вот вторая волна, опять вот это мясо мы кладем. Так, а я опять нареждаю петрушку. Давайте, да, вот дорежем петрушку. И, кстати, можем добавить сюда еще кинзу. Она нужна будет уже для финала. Для финала. А что делает там кинза вот она еще? Ну, она тоже, любая зелена, все равно она дает какой-то очень аромат хороший. Кинза тоже она. Я, например, кинзу люблю, честно говоря, не в вареном, не в таком виде отварном, скажем. А обожаю ее именно в сыром виде. В сыром там она больше. И вот этот дух у нее там специфический, потому что все это улетучивается. И она, естественно, тогда, помимо того, что она помогает, что-то там переварить, она еще дает ей здоровьица. Хорошая вещь. Да, Геннадий Петрович, знаете, что я больше всего люблю, когда у меня дома ничего нет? У нас дома всегда есть лаваш. Вот этот тонкий армянский лаваш, вы знаете. А с чего он делается? Лаваш. Это же не хлеб, а там еще сыр добавляется. Нет, нет, это чисто тонкий хлеб, такой лаваш. Тонкий, как газетная бумага. Причем он очень долго сохраняется. Я однажды уехал в Америку, купил много лаваша. И так получилось, что мы его не съели. И оставил его в холодильник, и уехал в Америку на месяц. С лишним приезжаю. Лаваш был такой свежий, такой вкусный. То есть он не портится, ни плесени не появляется, если это настоящий тандыр, лаваш. И самое удивительное дело в том, что когда делается тесто для лаваша, туда не добавляют дрожжей. А я знаю, да нет там дрожжей, поэтому он полезен. Поэтому он и полезен, и не портится. Потому что в хлебе, где есть дрожжи, особенно современные дрожжи, он, ну, буквально-таки 2-3 дня, и все, его надо выбрасывать. Он уже заплесневел. Правильно. Я люблю, значит, что делать. Беру вот этот лаваш, разворачиваю этот газетный лист, такой лаваша. И добавляю туда вот эту зелень, такую нарезанную. Нормально я нарезал зелень? Отлично, шикарно, да. Она сейчас нам... Значит, эту зелень и сыр. Желательно вот такой сулугуни сыр, или брынза. Вот такой баранье сыр. Очень хорошо. И все это сворачиваю в трубочку. Кстати, можно помидорчики туда добавить. И получается такая трубочка такая. Ну, можно, если есть микроволновка, подогреть все это. Потрясающе. Вкуснятина. Так, давайте я вот этот тоже сейчас... Да, действительно. Это национальное блюдо. Вот привыкли еще с библейских времен, делали хлеб. И причем вот как раз хлеб делали такой, чтобы он был без всякого, там, без всяких добавок особых. И даже его бывало, что не пекли, а подсыхал на солнце. И потом это уже ели, он не портался. Вот моя бабуля тоже делала такой же хлеб. Она всегда вот пекла именно в тандуре. Очень вкусный такой хороший хлеб получался. И самое интересное, что он сохранялся надолго. Вот, то есть, наши дедушки и бабушки тогда в Армении, как правило, делали хлеб, ну, вот в 10 дней один раз. Пекли, и в 10 дней его ели, и он не портился, и был очень вкусный. И главное еще делали своими руками, когда что-то делаешь своими руками, то всегда получается, что еще любовь кладешь, доброту к своей жизни, к своей семье, к жене, к сыну, к мужу и так далее. И получается, ух, семья сплачивалась. Отлично. Я думаю, вот этого достаточно. Что мы делаем? Значит, мы опять, значит, у нас давайте еще перчик один нарежем. Перчик колечками нарезать? Да, да, да. Хорошо. Также колечками, да, сейчас я. Все, зелень я уже нарезал. Все, это у нас в самом, зелень у нас пойдет в самом-самом конце. Сейчас я скажу, что мы делаем. Так, теперь перчик болгарский нарезаем. Да, я думаю, что нарезаем. Колечками. Так. Я просто физически ощущаю, как у вас беет слюна. Да, я уже жду. Так, все у нас это. А я всегда получаю удовольствие, когда сам это готовишь, для своих близких никого дома нету. И ты сам вот... А кто из близких? Ну, семья. А семья кто? Это супруга, дети. Двое. Сколько? Двое? Да, двое. Девочки, мальчики? Мальчики нет. Я делаю только мальчиков. Вот так. Так. И вот как раз... Ну, у нас, честно говоря, в доме, конечно, готовит моя супруга. Но иногда, время от времени, я позволяю себе такую шалость самому этим заняться. Побаловаться? Побаловаться, да. Ну что ж, пришло время перчить и солить. Вот тут, Геннадий Петрович, я снимаю с себя всю ответственность, потому что этого я делать не умею. Я люблю все острое. И поэтому у меня, как правило, перченое я обожаю. Хорошо. И поэтому лучше всего это будет сделать непосредственно каждому готовое блюдо уже, когда будут подавать. Но можно немножечко сейчас. Давайте вот сейчас чуть-чуть так дадим. Да, просто... Вот так вот. Мои славянские братья не очень любят, когда пересолено и переперчено. Многие. А вот, например, мы, армяне, любим такое очень, такое, чтобы было соль. И перчика. Да. Много не будем? Так, чуть-чуть. Так, это мы сделали. Теперь, Геннадий Петрович, я думаю, что пришло время, то, что мы говорили насчет водички. А вот это вот я зачем... Это, Геннадий Петрович, это в самом-самом финале. В самом-самом финале. Сейчас мы немножечко можем положить сюда, чуть-чуть вот так. Вот так как бы завершить. Но зелень нам нужна будет в самом финале, когда уже блюдо будет готово. Мы выключили плиту. И вот тогда мы посыпали... Я плиту уже выключаю. Да, в самом конце мы уже добавим туда еще и вот эту оставшуюся зелень. Здесь, как я еще раз говорю, зелени надо не жалеть. Она даст определенный аромат. А для пищеварения она будет способствовать тому, что мясо все полностью усвоится и так же переварится. И все будет отлично. Не правда ли красивая картинка? Давайте покажем нашим зрителям. Да, целая кастрюлька. Вот это мы с вами заделали. Так, ну что, Геннадий Петрович, давайте водички. Водички. Водичка у меня как раз вот холодника. Давайте посмотрим, да, сколько. Значит, нам надо быть очень осторожным. Вы наливайте, а я буду смотреть, смотреть, смотреть. Значит, водичка должна не перекрывать наше мясо. Из глиняной посуды. Наливаем, наливаем. Все, все, все. Вот, наконец. Вот, попа. И начинаем. Крышечку. Да, Геннадий Петрович, давайте прикроем крышечкой. Крышечкой. Значит, что нам сейчас надо делать, Геннадий Петрович? Надо подождать, если можно поставить самый-самый большой такой огонь, самую большую температуру. Самую большую я буду ставить. Почти довести это дело до кипения. Это первая стадия приготовления. Угу. Как только она немножечко начнет закипать, мы уже пеночку снимаем первую, убираем и ставим на медленный огонь. И пусть она томится вот так потихонечку. Сколько она должна томиться? Томиться, ну, где-то по вкусу мы сами, в зависимости от мяса. Если молодое мясо, то, естественно, это где-то, ну, часик с небольшим. Если чуть-чуть старше, если мясо мой ровесник, то где-то два часа, мы с вами на эту тему как-то шутили. Говорят, если долго варить, можно сварить и диван. Поэтому, поэтому я думаю, что, ну, давайте так, часа полтора я точно. Хорошо. Вот она. Па идет? Идет па. Так, сейчас я. Ау-а-а-а-а-а. Так, хорошо мясо развалилось. Да. Юшечку. Так, вот так. Отлично. Самая сок. Так. И вот так. Мы с вами приготовили блюдо от Карена Аванесяна. Называется оно хашлама. Ура! Самый приятный момент. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам. Присылайте свои рецепты. Рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok